Эти люди получили по заслугам мгновенная карма. Парень выбросил мусор из окна автомобиля, но девушка сделала так, что он это не забудет никогда. Этот парень хотел пранкануть своего друга, но вместо этого сам упал в грязь лицом. Этот парень хотел пнуть в мяч проигравшего, но судьба распорядилась иначе. Эти девушки взяли телефон на эскалаторе у парня, а он не растерялся и схватил их камеру. Эта девушка хотела подшутить над одноклассником, но карма была ближе. Он говорил, что Супермен это его дядя, и оказывается он не врал. Однажды мальчик одел футболку Супермена и пришел в ней в школу. Учительница спросила, зачем он так оделся. Он пояснил, что Супермен это его дядя. Учительница пыталась ему объяснить, что Супермена не существует, но он настаивал на своем. В конечном итоге спора учительница отвела его в кабинет директора. Там позвонили родителям мальчика, и мама действительно сказала, что Супермен был его дядей. Мама мальчика попросила своего брата прийти вместе с мальчиком в школу, чтобы доказать, что он не врет. Так и случилось. Он пришел за руку в школу с актером, который играл Супермена. Продукты, которые мы едим, неправильно. Если вы положите чокопай в микроволновку, подогреете его 20 секунд, он станет больше и вкуснее. Вам понравится. Кукурузные хлопья. Если у тебя кукурузные хлопья или другие сухие завтраки потеряли хрустящесть и перестали быть хрустящими, это легко исправить. Можно их поместить в духовку, и пусть они там пробудут 5-10 минут. Люди, которые купили товар в интернете и позже об этом пожалели. Этот парень заказал в интернете себе айфон, но вместо этого он получил стол в виде айфона. Парень заказал бассейн для своих собак. Посмотрите, что ему пришло. Собаке хватит туда замочить только лапу. Молодая пара заказала себе в интернете елку. И посмотрите, что им пришло. Какая-то экибана. Она, видимо, много лет лежала на складе. А здесь парень заказал пандус для своей собаки. Пандус, конечно, пришел, но он совсем не это заказывал. Факты о списывании, которые повергнут тебя в шок. А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Китай за списывание. Могут дать 7 лет тюрьмы, если увидят это. Во Франции тебе запретят сдавать экзамены на 5 лет. В США факт о списывании фиксируется в личном деле. После этого тебя не примут большинство вузов. Продолжение следует...